Сборную Германии настигла судьба Аргентины. Немецкая команда проиграла японцам со счётом 1-2 в матче группового этапа Кубка мира в Катаре. Четырёхкратные чемпионы мира, казалось, были близки к победе после первого гола. Но во втором тайме после перестановок японцы стали играть живее и забили два мяча на 75-й и 83-й минутах. Шокирующее поражение для немцев стало повторением кошмара на чемпионате мира 2018 года. Тогда Германия проиграла Мексике, а затем Южной Корее, и впервые за всю свою историю не вышла из плей-офф турнира. «Это странно. Это разочарование, потому что Германия – очень сильная команда, и она была в числе фаворитов». Японские болельщики пока с трудом верят в победу национальной сборной. «Мы не ожидали, что обыграем Германию. Здорово, что мы победили». Ещё одним потрясением стал матч Канады и Бельгии. Канадцы играли уверенно и 22 раза ударили поворотом. Однако в итоге бельгийцы выиграли со счётом 1-0. «Отлично, мы выиграли, забив один гол. Это хорошо для нас. Но мы играли ужасно. Всё шло не очень хорошо, и у Канады было больше шансов. Они были лучше нас и быстрее. У них было больше возможностей». «Один гол, думаю, не имеет большого значения. Канада вернёт свои позиции в следующих играх». Тем временем испанские болельщики празднуют оглушительную победу своей команды. Испанцы обыграли Коста-Рику со счётом 7-0. Эта победа стала самой крупной в истории Испании на чемпионате мира по футболу. Турнир в Катаре с самого начала удивляет сенсационными победами и поражениями. Так на матче-открытие хозяева чемпионата проиграли соперникам. Такое случилось впервые в истории Кубка мира. Следующим потрясением стало поражение Аргентины. Она проиграла Саудовской Аравии, у которой самый низкий рейтинг после Ганы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...